Слава Господу, братья и сестры! Милость Господь над нами сегодня явилась, и мы сегодня находимся в доме молитвы. И я хочу сразу, чтобы мы обратили внимание на текст Священного Писания, записанное в Евангелии от Луки, 16 глава, 19 стих. Мы откроем наши Евангелии и будем обращать внимание на слово, которое сказал Господь Иисус Христос. Здесь было слово сказано о богаче и о Лазаре. Я хотел бы, чтобы мы сегодня, прочитав этот текст, рассуждали об этом. Что здесь Иисус Христос хотел сказать для народа Своего. Мы начнем читать с 19 стиха Евангелия от Луки. Такие слова Господь сказал. Некоторый человек был богат, одевал себя в порфиру и весон, и каждый день першествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях. И желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали с трупья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И возопив, сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы он мочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени этом». Но Авраам сказал, «Сын, вспомни, что ты получил уже доброе свое в жизни твоей, а Лазарь злое, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что, хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он, «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему, «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал, «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет, к ним покаются». Тогда Авраам сказал ему, «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Здесь история повисует нам в очень таком важном слове. Мы находим это слово, выражается в 23 стихе об слове «ад». Это слово, оно неприятное для людей, для нас неприятно. И всякий раз, когда об этом кто-то говорит, оно вызывает, может быть, какие-то такие чувства, неприятные чувства. Вызывает такие чувства, как бы, ну, об этом как-то неприятно говорить. Но удивительно, что когда мы читаем и вникаем в Евангелие, мы находим то, что Иисус Христос об этом очень много говорил. Люди, изучающие Евангелие, находят, что Христос больше говорил об аде, нежели о небе. Он больше говорил об аде, об муках ада, больше, нежели за спасение. И почему Он это делал? Потому что Он для того и пришел, чтобы спасти людей, чтобы люди туда не пошли. Я хотел обратить внимание на эту историю, которую Господь здесь сказал. Он привел пример о богаче и о Лазаре. Мы читаем здесь повествование такое, что жил человек богатый, который одевался в порфиру и весон. Когда мы вникаем, он был человеком достаточным, и он одевался в царскую одежду. Это одежда, которую носили очень богатые люди. Это была одежда импортная. Она не была сделана или ее не шили здесь. Она была принесена с Египта, с Тира, весон. Это богатая одежда. И мы читаем здесь, Господь говорит, что человек этот богатый, он одевался каждый день в порфиру. Он одевался в весон. И он каждый день першествовал блистательно. У него постоянно на столе был жареный стейк. У него постоянно на столе была черная икра. У него постоянно на столе были самые лучшие виды продуктов, которые были в то самое время. И он это делал каждый день. И мы читаем здесь так же, что у этого ворота, у этого богача, был человек, которого звали Лазарь. Богословий, который был нищий, и он лежал у ворот в струбьях. И он желал напитаться крошками падающие из стола богача. И псы приходили лизать струбья его. Богословий повествует, что в то время богатые люди, чтобы показать свое богатство и роскошь, у них не было на столах салфеток, у них не было на столах полотенец, которые они вытирали бы руки. Они, вкушая эту дорогую вкусную пищу, имея вот эти запачканные руки, они просто брали булку хлеба. Они брали хлеб и не хлебом вытирали свои пальцы. И в честь, и чтобы показать, какие они превосходные и богатые, они бросали этот грязный уже хлеб на землю. И люди, которые нуждались в той местности, они питались от этих крошек, они питались от него хлеба. И это человек делал в своем таком превозношенном состоянии, человек богатый, у него есть все и каждый день. И однажды пришел такой момент в этой жизни, мы не знаем, что произошло. 22 стих нам повествует, что умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. Мы не знаем, что произошло во дворе этого богача. Мы не знаем, какая была обстановка того времени, но что происходит, происходит смерть для того и для того. Умирает богач, умирает бедный. И мы читаем дальше, здесь Господь говорит, что бедный был взятый и понесен на лоно Авраамово. Дальше мы читаем, что богач его похоронили. И сразу же мы находим во третьем стихе, написано, и в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И Возапиев сказал, «Отче Аврааме, умилосердьтесь над мною, и пошли Лазаре, чтобы он мочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени этом». Но Авраам сказал, «Сын, вспомни, что ты получал уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое ныне уже, он здесь утешается, а ты страдаешь». Эта история открывает нам то, что после смерти обстоятельства сильно изменились. Берется человек, который был нищим, человек, который был на земле, и Библия нам повествует, что он был взят на лоно Аврааму, но человек, который, может быть, превосходно себя вел, проходя около этого человека, который лежал в болезнях, не обращал на него внимания, не уделял ему лечения, который относился к нему очень плохо, вдруг после смерти обстановка изменилась, вдруг Лазарь очутился на лоне Авраама, вдруг он находится около Авраама, и он утешается, он имеет достаток, тело его изменено, нет больше болезней на его теле, он утешается, он находится с Авраамом. По-видимому, человек, будучи в этом состоянии, он искал помощи от людей, но он также был человеком, который верил в живого Бога. Но мы также находим здесь другую часть этой истории, человек, который жил роскошно, попал не на лоно Авраама, он попал в ад, он попал в место, где здесь, мы читаем такие слова, говорит, пусть Лазарь омочит конец перста своего, и пусть поставит его, и охладит мой язык, ибо я мучаюсь в пламени этом. Эта история повествует нам, что человек, который, он знал Лазаря, но он не обращается к Лазарю, чтобы Лазарь ему помог, он обращается к Аврааму, говорит, Авраам, пусть Лазарь придет и намочит мой язык, пусть он, потому что я здесь мучаюсь. Поменялась обстановка, поменялась ситуация, где уже не Лазарь, просит или желает, а уже что этот человек, находясь в мучении, он в этом пламени, он просит помощи. Отче Аврааме, пусть придет Лазарь и намочит, потому что я мучаюсь, я мучаюсь. И дальше мы читаем такое повествование, что Авраам сказал, говорит, вспомни, что ты получил уже доброе в твоей жизни или худое. Вы знаете, сегодня анализируем, что ад, это есть место, где не просто люди думают, что они попадают туда, они сгорают, и их больше не встает. Это есть место полного сознания. Это есть место, где человек имеет память. Это есть место, как мы здесь находим, Авраам обращается к богачу и говорит, вспомни, он призывает его память, вспомнить свою прошлую жизнь, вспомнить свои действия, свои обращения к Лазарю, может быть, обращения к людям, окружающим его. Он призывает, чтобы он вспомнил его обращения к его супруге, чтобы он вспомнил свое обращение к своим детям, если бы они его были, обращения к внешним, чтобы он вспомнил. И вы знаете, мы здесь удивляемся, что в этом состоянии после смерти человек будет иметь вечную память. Вечную память будет иметь. И здесь Авраам говорит, вспомни, ты уже получил свое доброе, а Лазарь злое, ныне же он здесь утешается. Писание говорит, что Бог поругаем не бывает, что сеет человек, то и пожнет. Вы знаете, есть сеяние и есть жатва. И когда мы сегодня обращаем на милость Божию, на Божье благословение, однажды один человек вырезался такими словами, что каждый святой человек на этой земле, он имеет прошлое. И каждый грешник может получить будущное. Милость Божья, она постоянно звучит, она постоянно провозглашается, Она постоянно говорит, что Бог может тебя спасти, Бог может тебе дать жизнь, Бог может тебя изменить. И сегодня, находясь на этом месте, мы смотрим на свою жизнь. И мы говорим, Бог был добр к нам, Бог полюбил нас, Бог обратил свое внимание к нам, Он простил наши грехи, Он изменил нашу жизнь. Он дал нам новые начала в нашей жизни, и мы имеем жизнь с Господом. Это и есть Божье благословение и милость Божья. Хотел бы попить на другой текст Священного Писания, записанный в Римлянам, 6 глава. Мы откроем здесь такие слова, прочитаем. 6 глава, 23 стих, послание к Римлянам. 6, 23 стих, ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Слава Богу! Это и есть Божий дар, это и есть Божья милость. Написано, что возмездие за грех есть смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Божья милость. Я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на то, что когда Авраам в этом 25 стихе сказал богачу, что вспомни. Вы знаете, бывают моменты в нашей жизни, когда, живя, мы вспоминаем нашу прошлую жизнь. Мы вспоминаем, может быть, те моменты, о которых мы очень сожалеем. Может быть, мы вспоминаем о тех действиях, которые мы произвели в нашей жизни, и мы плачем. Мы просто вспоминаем, и Бог дает нам это благословение вспоминать, думать о нашей жизни. Мы вспоминаем наше прошлое, мы также вспоминаем хорошие вещи, хорошие действия, которые мы делали. Хорошие, чем мы гордимся, мы говорим, Господи, слава Тебе. Ты помог мне, я это сделал, и я очень рад, что ты в моей жизни проявил свою славу. Но очень важно, чтобы в нашей жизни, смотря на нашу жизнь, мы были довольны, мы смотрели на нашу жизнь и видели милость Божью, видели, что мы идем под водительством Божьим. И, вы знаете, есть очень такое слово, слово «если». Вопрос сожаления. Вы знаете, когда мы смотрим на эту историю, где Авраам говорит этому богачу, чтобы он вспомнил свою жизнь. Вы знаете, я вспоминаю, когда мы возрастали, и нам родители, они говорили нам наставления. Они нам говорили, может быть, как правильно поступить, как неправильно поступить. И, вы знаете, кто-то из нас слушался, в основном молодые люди, почему-то в порывах энергии, гормонов, можно так выразиться. Люди думают, что они более лучше, по-новому что-то знают в своей жизни. И, вы знаете, когда особенно беседуешь с старшими людьми, которые прошли жизнь, они вспоминают свою жизнь. Говорят, да, ты знаешь, если бы я только послушал своего отца, если бы я только послушал служителя, который увещевал меня, может быть, я послушался моей тети, которая мне наставляла на жизнь, говорила, слушай, тебе будет так плохо, если ты так пойдешь. И, вы знаете, как говорит, вспоминая прошлую жизнь, многие годы были потеряны в своей жизни. И потом человек приходит по милости Божьей, говорит, Господи, прости меня, в сердце все-таки есть сожаление, потому что невозможно сегодня возвратить вот эти годы прожитые. И, вы знаете, по милости мы можем сидеть на этом месте, вспоминаем нашу жизнь. Вспоминаем, что, может быть, 2-3 года нашей жизни было просто пропалено, но Бог все-таки явил свою милость в нашей жизни. Мы возвратились к Господу, мы просили, чтобы Он благословил нас, чтобы Он усилил нашу душу. И Господь коснулся нас и простил нас. Слава Ему! Мы находимся сегодня в доме молитвы. Мы находимся сегодня на этом месте, потому что наше сердце рвется к Господу. Рвется для того, чтобы еще раз сказать спасибо тебе, Господь. Чтобы еще раз преклонить свои колени и сказать, Господи, слава тебе, что ты дал мне еще второй шанс. Дал мне еще третий шанс, чтобы я был в твоем присутствии, чтобы моя жизнь, она была угодна для тебя. И, знаете, когда мы здесь смотрим, что этот богач, он называет Авраама Отче. Может быть, в своей жизни, когда Слово Божие провозглашалось, когда Слово Божие читалось, он никогда не интересовался законом Моисеевым, он никогда не интересовался заповедями Божьими. Но когда он встретился с реальностью, он говорит Отче Аврааме. Отче Авраама пошли. Он дает указание Аврааму, чтобы тот пошел и сказал Лазарю, чтобы тот пришел и дал ему воду. Но во время жизни своей человек не вспоминал, человек не думал, не рассуждал в своей жизни о том, что важно, что ценно. И прошло время, и здесь открывается эта история, Иисус Христос говорит об этом важности. И эта история призывает сегодня каждого из нас в нашей жизни вспоминать, в нашей жизни слушать, в нашей жизни обращать внимание на Божье Слово, которое читается и звучит. Потому что Слово Божие живо и действенно, оно острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит намерения сердечные. И это Слово Божие сегодня нас направляет. Сегодня Слово Божие дает нам толчок в правильную сторону, следование за Господом. Следование за Господом. И еще я обращаю внимание на текст Священного Писания. Это записанное в притчах 14 глава 12 стих. Мы откроем притчи 14 глава 12 стих и прочитаем такие слова. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти». Вы знаете, когда проходит жизнь в неразмышлении, когда проходит жизнь людей на земле необдуманная, и человек в своем разумении ставит как бы свое правило, свои направления. И человек говорит, я прямо иду. Бывает такое, что подходит отец и говорит, сын мой, неправильно ты здесь поступил, или к дочери обращение идет, или даже к отцу подходит внук и говорит, дедушка, ну то, что ты делаешь неправильно, оно может быть неприлично, возраст такой, но мы вращаемся в этом кругу, но каждый человек в своей жизни, может быть, думает, что мои пути правильные. Почему ко мне служитель обращается и говорит, остановись, не делай этого? Я говорю, нет, правильно, меня совесть не судит, все хорошо. Но вы знаете, когда человек не проверяет и не сверяет свою жизнь с Словом Божьим, человек даже не знает Божьей воли. Человек движется на основании своих чувств. Чувствуется, I feel, что это правильно. Я чувствую, что я правильное решение сделал. И все как бы чувство, но эмоции, они меняются очень быстро. Сегодня человек в хорошем настроении может так поступить в этой ситуации, завтра будет другое настроение, человек поступит вовсе по-другому. И очень важно, когда мы, вникая в Евангелие, имеем вот эту основу, вот этот фундамент, на котором мы стоим, от которого мы отталкиваемся. То есть мы находимся на этой платформе, на этом основании. И мы уже смотрим на жизнь с волей Божьей, как Бог смотрит на жизнь, как Бог смотрит на семью, как Бог смотрит на отношения с ближними. И мы с этой точки смотрим, чтобы наша жизнь, она была в воле Божьей. Чтобы когда Господь придет, Он говорит, слово, которое я приведу, оно будет оценивать в последний день. Слово Божие будет в последний день вот эту оценку производить. И здесь в притчах написано, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми. Они кажутся, они вроде бы подходят, но когда нету вот этого основания в жизни человека, человек-то и не знает, правильно он идет или нет. И жизнь так проходит. Откроем также Исайю, первую главу. Исайя, первая глава, мы откроем стих 18. Божье Слово призывает каждого человека прийти к Нему, чтобы человек имел встречу с Господом. И здесь написаны такие слова, и Бог говорит 18 стихом книга пророка Исайи, первой главы. Здесь Господь призывает человека, чтобы человек пришел к Господу, чтобы он очистился. И он говорит, что если, говорит, приди и рассудим, если будут грехи ваши, как багряные, я их, как снег, уберю. Если будут красные, как пурпур, как волну, уберю. Бог являет свою милость. Бог являет свою любовь. Обращается к человеку, чтобы человек не находился в состоянии греха, в состоянии смерти, в состоянии, которое ведет к погибели человека. Бог об этом, для того Христос пришел и об этом говорил, для того, чтобы предотвратить, чтобы человек сделал правильный выбор в своей жизни. Каждый человек, смотря на свою жизнь, вникая в Слово Божие, это и есть наша личная ответственность, дорогие братья и сестры. Мы находимся в Божьем присутствии, мы слышим Божье Слово, и Слово Божие обращается в нас, вспомни твою жизнь. Когда мы вспоминаем нашу жизнь, когда мы вспоминаем то, через что провел нас Господь, мы видим милость Божью, мы видим, как Бог был добр к нам, как Бог помиловал нас, когда мы, может быть, не заслужили, и мы сейчас находимся в Доме Божьем, мы молимся к Богу, мы благодарим Господа за пролитую кровь, мы благодарим Господа за Его благодать, которая сегодня дает нам утешение, подкрепление. Это и есть милость Божья. И правильно мы делаем, что мы рассуждаем об этом. Правильно мы это делаем. Вы знаете, есть псалом, когда мы особенно участвуем в причастии, мы поем такой псалом, «Что вину мне может смыть? О, ничто лишь кровь Иисуса! И что может исцелить? О, лишь кровь Иисуса!» И припев мы поем, «Как дорого струя, омывшая меня, что для души ценей? О, ничто лишь кровь Иисуса!» Действительно, мы сегодня по милости Божьей находимся здесь. По милости Божьей, потому что мы обратились в свое сердце к Господу, мы обратились к жертве Христа. И посредством покаяния Бог назвал нас дитями своими. Бог простил нас и омыл. И мы провозглашаем и говорим об этой Божьей милости, что Бог дает новый шанс всякому человеку, пока есть дыхание на земле, пока человек может быть рассуждать, вспоминать. Бог полон любви дает милость и дает спасение. Бог может тебя восстановить. Бог может изменить твою жизнь. Бог может дать тебе новое начало. Открываем также текст Священного Писания, записанный евреям, 9 глава. Мы откроем 27 стих и прочитаем такие слова. Евреям 9, 27. «И как людям положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих». Во второй же раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Слава Ему! Вы знаете, здесь, в этом послании евреям, мы находим, что для каждого человека на этой земле есть тот момент, когда человеку нужно однажды... Однажды родился человек, но придется момент, когда человеку нужно умереть. Это натуральный процесс. Христиане, люди, рожденные свыше, не боятся этого момента, потому что апостол Павел говорит, что когда мы отсутствуем и с телом, и пребываем с Господом. И здесь Писание повествует нам, что так и Христос однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Наша жизнь на земле. После того, когда мы родились свыше, познали Господа, жить богобоязненной жизнью и ожидать его воспасения. Пусть Господь каждого из нас благословит. Вы знаете, однажды я слышал разговор одного человека, который рассказывал, что он беседовал с человеком, который был атеистом. Он не верил в Бога. Он не верил в небо. Он не верил, что есть ад. И он поэтому служителю, пастырю говорит такие слова, говорит, я не могу верить в Бога, что ты говоришь мне, что Он полный любви. Он так сильно всех любит. Он хочет, чтобы все спаслись. Он так сильно заботится, ты называешь Его Богом, Отцом. И что этот Бог полный любви, Он бросит людей в ад. Он пошлет их в ад. Это нечестно. И вы знаете, пастыр интересно ответил. Он сказал такие слова, я прочитаю. Он говорит так, наш Бог полный любви к человеку, что Он не посылает тебе в ад, но Он позволяет тебе пойти туда, если это твой выбор. Бог не загоняет людей в ад. Это есть личный выбор. В чем заключается Божья любовь? Бог дал человеку свободную волю выбора. И человек, зная волю Божью, зная Божье слово, зная Божью благодать, сам лично выбирает себе, куда он хочет идти. Бог не загоняет человека. Он полный любви. Он хочет всех спасти. Он хочет всех помиловать. Но человек должен свое сердце открыть для Бога, чтобы получить спасение. Это и есть действительно прекрасное, ясное слово. И последнее место, которое я прочитаю, и мы будем молиться Господу, записано в Второзаконии, 30 глава. Мы откроем этот текст и прочитаем с 15 стишка. Бог обращается к народу и говорит такие слова. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня любить Господа, Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его. И будешь ты жить и размножаться, и благословить тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго на земле, для овладения которого ты переходишь Иордан. Во свидетельство пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Слово Божие призывает человеку и дает тоже выбор. Я предложил тебе жизнь и смерть. Я предложил тебе благословение, я предложил тебе проклятие. Но я советую тебе, избери жизнь. Избери жизнь. Избери жизнь, которая приведет тебя к вечности. Избери жизнь, которая приведет тебя к благословению. Избери жизнь, чтобы Бог благословил твой дом, твою семью, чтобы Бог пребывал в тебе, чтобы Бог тебя ввел по этой жизненном пути, и чтобы ты увенчался славою. И Господь здесь говорит, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Пусть Господь обильно нас благословит, когда мы слушаем Божье Слово, когда учение Христово провозглашается с этого места, в этом здании, в служениях наших, чтобы это Слово Божие сегодня вселилось в наше сердце, чтобы сегодня каждый из нас имел это прекрасное отношение с Господом, чтобы каждый из нас понимал, Бог любит человека, Бог протягивает свои руки к человеку, Бог дает милость свою к человеку, но человек должен избрать. И мы сегодня, братья и сестры, избрали жизнь. Мы поверили, что Иисус Христос есть Сын Божий. Мы поверили, что Он пошел на Голоковский крест и пострадал за нас заради наших грехов. Мы верим, что Иисус Христос воскрес из мертвых и теперь сидит одесную Отца. И мы также веруем, что Он придет за церковью Своею. И эта вера, и эта сила Святого Духа сегодня нас проталкивает вперед. Мы можем идти, мы можем славить нашего Господа, мы жажны проходить на Богослужение для того, чтобы еще и еще сказать Ему вечное Аллилуйя, сказать Ему слава Тебе, Господь, что однажды в мою жизнь пришел Господь. И также Слово Божие звучит тех, кто еще не имеет мира с Господом, кто еще может быть, бродить в грехах, мучиться, томиться, есть выход. Есть Иисус Христос, который может освободить от всякого греха. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. И всякий, приходящий к Богу, Он говорит, я не изгони вон. Мои руки простертые, я люблю человека, я хочу миловать. И сегодня пусть Господь благословит нас в нашей жизни, чтобы мы и имели эту жизнь. Когда мы причащаемся к телу и крови Христа, мы принимаем жертву Христа, принимаем вечную жизнь. Пусть Господь благословит нас. Давайте мы склонимся и обратимся к Господу в молитве и прославим Его. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok